Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире Тупак Амару и Западная Армения. Бакоса Акян принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию освобождения города Мартакерт. Возможно, встреча президента Армении Армена Саркисяна и госсекретаря США Майка Помпео. Посол Армении в Грузии посетил населенные армянами деревни Марнаульского района. Оглядываясь сейчас назад, говорю, это разве были мы? Боец Асала раскрывает скобки. Грузия закрыла воздушное пространство для сирийских самолетов. Тупак Амару и Западная Армения. Здесь мы представляем единое вмешательство Тупака Амару, представителя движения Красной Индии и Западной Армении. В пятой статье Конвенции Совета по правам человека. Господин президент, мы хотели бы предложить Совету сосредоточиться на двух тонких моментах. Пункт первый. Явление конфискации территорий, которая активно растет в некоторых странах Ближнего Востока, таких как Ирак, Сирия, Кипр и Западная Армения. Пункт второй. Тот факт, что почти сто лет назад после мировой войны президент Уильсон заявил, что необходимо сформировать общее единство наций. Именно поэтому была создана Лига Наций с правом защищать право народов на самоопределение и взаимно гарантировать независимость и территориальный суверенитет всех 154 малых государств. В июле 2015 года мы передали специального докладчика по правам коренных народов. Почти 2 миллиона коренных жителей систематически уничтожаются. Цивилизация истреблена, но Западная Армения признана независимым государством, границы которого выделены президентом Уильсона. Спустя три года. Где мы? Каково отношение к этому преступлению? Мы считаем, что опыт прав коренных народов лишен своей политической и дипломатической миссии, поскольку он должен дать возможность проанализировать нарушения прав коренных народов. Посчитаем, что Совет по правам человека не в силах применять международное право для борьбы с этим нарушением и требовать от международных правоохранительных органов. Следовательно, Тупак Амару и Западная Армения от Совета по правам человека требуют пересмотр формулы. Благодарим, господин президент. 28 июня президент Республики Арцах Бако Саакян посетил райцентр Мартакерт и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию освобождения города. Об этом вестернармения.ком сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха. В связи с 25-летием освобождения Мартакерта и за личную отвагу, проявленную в боях по защите Родины, президент Саакян наградил двух воинов-освободителей орденом «Боевой крест», второй степени еще пятерых воинов-освободителей медалью за боевые заслуги. Президент Саакян отметил важность освобождения Мартакерта с военно-политической и моральной точек зрения, добавив, что освобождение города укрепило успехи арцахцев и стало одним из важных залогов восстановления и дальнейшего развития района. Глава государства подчеркнул, что Мартакерт должен восстановить свою былую славу, а живущие за пределами Родины тысячи мартакерцев должны вернуться в свой родной очаг. Жить и созидать на родной земле, защищать и развивать Родину – самая важная миссия для армянина. Наш общий долг – сделать все возможное в этом направлении, отметил в своем слове Баку Саакян. На мероприятии присутствовали должностные лица, представители Армении и диаспоры, гости из-за рубежа. Радио Свобода сообщает со ссылкой на агентство Reuters, что в Вашингтоне в Госдепе 29 июня может состояться встреча президента Армении Армена Саркисяна и госсекретаря США Майка Помпео. Для уточнения информации Армен Пресс обратился в Управление по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении. Возможно, встречи вежливости сообщили в аппарате президента. Президент Армен Саркисян согласно предварительным договоренностям для проведения рабочих встреч 18 июня отправится в зарубежную поездку. Президент Республики в Соединенном Королевстве провел ряд встреч в официальном и неофициальном формате. Из Лондона президент Республики отправится во Францию. В Париже Армен Саркисян встретится с представителями деловых кругов Франции с целью презентации конкурентных преимуществ Армении и освобождения инвестиционных возможностей. Армен Саркисян 26 июня отправился в США для участия в Вашингтоне в ежегодном фестивале «Национальная жизнь», который проводится Смитсоновским институтом, одним из научно-исследовательских и культурных центров Соединенных Штатов. Посол Республики Армения в Грузии Рубен Садоян и сотрудники посольства 27 июня посетили деревни Марнеульского района грузинской провинции Квема-Картли, населенной армянами. Во время посещения посол сопровождался исполняющим обязанности главы Марнеульского региона Зауром Табатадзе и председателем так называемого в Грузии городского совета Сакребула, Марнеульского района Амиран-Георгадзе. Первыми остановками стали деревни Акхерли, Чанахчи, Хохмель, Цоп, Гулубак и Хожорми, где посол встретился с армянами, проживающими в этих деревнях. Садоян знакомец с проблемами, которые волнуют жителей, относящиеся к ужасным дорогам, водоснабжению, газификации и общему состоянию школ. Отметил, что данные вопросы будут подняты на встречах с представителями грузинских властей. Затем посол посетил деревню Дамия, где познакомился с жителями деревни и ознакомился с условиями отремонтированной школы. Следующей остановкой визита стало самое густонаселенное поселение Шаумян в районе Марнеули, где посол посетил церковь и встретился с местными жителями. После чего состоялась еще одна встреча с армянами, собравшимися во дворе школы. Далее господин Садоян направился в деревни Кармир и Мирзоевка. В рамках визита сельские школы получили художественную литературу, а ученикам были предоставлены канцелярские принадлежности. Боец армянской секретной армии освобождения Армении Вазген Сеслян представил историю своего членства в Асала. Подробную информацию об операции Ван, о своем вкладе в Арцахскую войну. Операция Ван была шумной военной акцией, проводимой членами Асала. В 1981 году, 24 сентября, консульство Турции было оккупировано на 16 часов, в Париже в результате чего было захвачено 60 заложников. Вазген Сеслян, рассказывая историю вступления в Асала, отметил, что он жил на чужбине, но чувство патриотизма к Армении было всегда. «Я сам не понимал, как стал членом секретной армии. Наверное, меня выбрали. Это было великой судьбой для каждого молодого армянина. Часто спрашивают, каким образом можно стать членом секретной армии, и на это я всегда даю один ответ – не становятся, а выбираются. Сейчас, оглядываясь назад, боюсь нашего содеянного в консульстве. Думаю, неужели это были мы? А в то время никакой боязни не было. Когда поступило предложение начать операцию, понятно, что в качестве тайного члена армии нужно было сделать хотя бы несколько вещей, о которых мы не говорим. Я не был один, я был в ответе еще за троих юношей». Говоря о своем участии в Арцахской войне, боец Асалы сказал, «Я приехал в Армению в 1990 году. Спустя три месяца я решил, что останусь. Ценность Родины я почувствовал именно здесь. Отношение людей также сыграло свою роль. Я участвовал в Арцахской войне, но не под своим именем. У меня был советский паспорт». Грузия закрыла свое воздушное пространство для двух сирийских авиакомпаний – Syrian Air и Cham Wings, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на руководителя службы по воздушной связи страны Гочи Мевзришвили. Это решение привело к признанию Сирии независимости Абхазии и Южной Оседии. По данным агентства, сирийские авиакомпании с июня не используют грузинское небо для полетов между Сирией и Россией. Самолеты пролетают через Азербайджан, что увеличивает продолжительность полета примерно на полчаса. Напомним, что власти Сирии признали независимость Абхазии и Южной Осетии в конце мая. В ответ на это Грузия объявила о прекращении дипломатических отношений с Сирией. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию национальные армянские танцы Грайк-Евнынг. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Корректор А.Кулакова Продолжение следует...